Уважаемые дамы и господа, Канада, прежде чем начать, я хочу напомнить одну вещь. Это очень важно для понимания и Украины, и Канады. И что мы делаем, что нам нужно делать, делать вместе. 1983 год. Город Эдмонтон. Его история тесно связана с судьбой Украины и украинско-канадского общества. В тот год в Эдмонтоне был сооружен первый в мире памятник жертвам Голодомора. Он был построен в память о геноциде украинского народа, геноцида, заказанного и осуществленного Москвой. Первый в мире памятник жертвам Голодомора. В то время в Украине еще не было мемориалов в память о жертвах геноцида украинцев. Ведь тогда Украина находилась под контролем Москвы. Этой осенью исполняется 40 лет с того первого и очень важного дня памяти жертв Голодомора. С тех пор многое изменилось. Украина обрела независимость, Украина восстанавливает свою историческую память. Десятки других стран, их парламенты, их правительства уже признали Голодомор геноцидом украинского народа. Только в этом году таких признаний было 11. И я уверен, что мир, весь мир признает правду о Голодоморе. Но есть кое-что, что не изменилось ни за 40 лет со дня установки памятника в Эдмонтоне, ни за 90 лет со времени Голодомора. Москва сейчас, как и всегда, стремится контролировать Украину и использует для этого все доступные средства, включая геноцид. Это геноцид, то, что российские оккупанты делают с Украиной. И когда мы хотим победить, когда мы призываем мир поддержать нас, речь идет не просто об обычном конфликте. Речь идет о спасении жизней миллионов людей, буквально физическое спасение. Простых женщин и мужчин, детей, наших семей, целых населенных пунктов, целых городов. Разрушение России, Мариуполя, Волновахи, Бахмута или любого другого города или села в Украине не должно оставаться безнаказанным. Жизнь и справедливость должны восторжествовать везде, в Украине, для всех украинцев. Эта российская агрессия должна закончиться нашей победой. Чтобы Россия никогда не вернула геноцид в Украину и даже не пыталась это сделать. Москва должна проиграть, раз и навсегда. И она проиграет. Уважаемые спикеры, весь парламент Канады, уважаемый Джастин, господин премьер-министр, дамы и господа из правительства, уважаемые представители всех общин и городов, все граждане Канады. На мой взгляд, одним из самых сильных качеств вашей страны является то, что справедливость для Канады не пустой звук. Другой чрезвычайно важный факт, касающийся вас, заключается в том, что вы никогда не делаете политическую ставку на ненависть и вражду. Вы всегда на светлой стороне истории. И во время Первой мировой войны, и в период между этими страшными войнами, и во время Второй мировой войны, и во время Холодной войны, вы всегда защищали свободу. Вы всегда отстаивали справедливость. Я не сомневался, что вы встанете на сторону свободы и справедливости, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Спасибо. Но никогда не бывает достаточно только выбрать правильную сторону. Нужно также уметь быть лидером на этой стороне. И вы это делаете. Вы – лидер. Я благодарю вас за это, Канада. Спасибо за вашу политическую поддержку Украины. Это действительно поддержка лидера, и она имеет глобальный масштаб. Потому что когда ты борешься за что-то, когда ты борешься за добро в человеческой природе, ложный нейтралитет выглядит, очевидно, аморальным. Когда человек видит настоящих лидеров, у всех остальных, кто боится быть настоящим, говорить, бороться, есть только два варианта – меняться или быть отброшенными. Я благодарю тебя, Канада, за то, что ты являешься настоящим примером лидерства и честности для стольких людей во всем мире, примером, который вдохновляет других защищать жизнь. Поддержка Канады и Украины оружием и техникой позволила нам спасти тысячи жизней. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, бронетехнику, артиллерийские снаряды и очень значительная помощь в разминировании. Спасибо. Лидерство Канады в санкциях против России за эту войну и террор действительно побуждает другие страны мира последовать вашему примеру. Я особенно благодарен за вашу чрезвычайно сильную, стопроцентную поддержку движения Украины в НАТО, за ваше активное участие в обучении наших солдат. Это очень важно. Это уже традиция. Канада готовит тех, кто защищает мир. Тысячи и тысячи летчиков во время Второй мировой войны. Тысячи и тысячи украинцев сейчас. Вот что делает победу сильной и незаменимой. Обучение. Спасибо вам за это. Спасибо вам за экономическую поддержку, за то, что помогли Украине избавиться от зависимости от российского ядерного топлива. Это прогресс не только для нас. Украина и Канада вместе со своими партнерами и друзьями демонстрируют всем, что вполне реально полностью разорвать наши связи с сомнительными российскими ядерными технологиями. Помимо чисто технологической опасности, российская атомная отрасль служит и политической экспансией Москвы. Россия использует ядерные технологии и строительство атомных электростанций, как газ и нефть, для политических атак на суверенитет других государств. Россия пытается сломать суверенитет других стран, манипулируя энергетическими ресурсами, всеми энергетическими ресурсами. Поэтому, чем больше стран освобождено от российских энергоресурсов, тем скорее энергия в мире снова станет просто энергоресурсом. А не оружием против суверенитетов. Еще одно важное направление нашего сотрудничества – в буквальном смысле правосудие. Сегодня на переговорах с Джастином, с господином премьер-министром мы обсуждали канадскую инициативу о том, чтобы «Большая Семерка» активизировала усилия по конфискации российских активов. Те средства, которые Россия и ее приспешники используют для оплаты войны, должны быть направлены на справедливую компенсацию ущерба, нанесенного войной и террором. Необходима также активная и глобальная работа по привлечению России к ответственности за преступления и агрессии и за абсолютно все преступления от этой агрессии, все смерти, все депортации, каждого ребенка и взрослого. Каждая жизнь должна быть защищена. Каждой атакованной нации нужна справедливость. Это нужно и всему миру, чтобы другие потенциальные агрессоры видели, что война заканчивается приговором для агрессора. Я призываю вас, Канада, распространить свою способность быть лидером на другие страны, особенно в вопросе справедливости, преследования агрессии, компенсации за агрессию, чтобы агрессор почувствовал, насколько сильна справедливость. И больше всего я хотел бы поблагодарить вас, Канада, за чисто человеческую вещь, за то, что украинцы чувствуют себя как дома, находясь здесь, в Канаде. Спасибо. Это не просто историческое наследие. Это наследие характера. Украинско-канадское сообщество – это миллионы украинских судеб, которые стали судьбой Канады со всем многообразием ее общин. Свободолюбие, мужество – наш особый внутренний призыв к справедливости. Способность нашего народа делиться комфортом, где бы он ни находился, строить и созидать, а не нарушать и унижать. Украинские флаги в Канаде – это часть повседневной жизни, как абсолютное доверие к Канаде в Украине. На самом деле, такая близость дает много ответов, в том числе и на вопросы об этой войне. Можем ли мы сдаться? Нет. Можем ли мы предать доверие в человеческой природе? Нет. Можем ли мы согласиться со злом? Нет. Можем ли мы позволить стереть нашу идентичность? Нет. Украина и Канада – это одно и то же. Мы стоим и боремся за жизнь. В этой войне победит Украина, а не геноцид. Победителями будут люди, а не Кремль. Победит свобода, победит справедливость. Вы можете знать о нас наверняка, потому что вы точно знаете о себе, что никогда не починитесь злу. Победит свобода, победит свобода, победит свобода. И пусть когда-нибудь в Эдмонтоне, как и в других городах мира и городах Украины, будет воздвигнут памятник в честь победы нашего народа в этой войне. Нашу общую с вами победу, с вами, народом Канады, со всеми вашими общинами, со всем вашим наследием, наследием добра. Дамы и господа, сегодня я и моя прекрасная первая леди имели честь встретиться с генерал-губернатором Канады, достопочтенной Мэри Саймон. она научила меня одному слову из своего родного языка, аджуината. Она сказала, что значение этого слова не сдаваться, оставаться сильным вопреки всему. Так и будет. Аджуината, Кенеда. Аджуината, Юкрейн. Слава Украине! Аджуината, Юкрейн. Аджуината, Юкрейн. Аджуин. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...